ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН Какие-то изменения внесли в тренировочный процесс? Ну, сегодня у нас пятая игра через день Особенно, изменений никаких ты не можешь принести Потому что ребята уже практически 10 дней без выходных работают И через каждый день игра Так что сейчас только показать ошибки, показать на чем работать, на чем добавить Чтобы поддержать немножко физику Так что, практические моменты уже будем перед Йохерем будем смотреть уже подстраиваться под ним. На изменения в звеньях все-таки мы наблюдаем. Датсок в третьем с Гусевым. Чем обусловлено? Прохлорка в первом, Гаврика в четвертом? Ну, это для того, чтобы немножко и спустить свежую кровь и посмотреть, как... Потому что сезон длинный, ты не знаешь, какие будут моменты, кто может быть травмирован, кто нет. И эти игры, которые может быть дают где-то повод на размышления, как было бы если вдруг этого игры не было, как это звено бы выглядело, да, и ребятам самим немножко с другим партнерам сыграть немножко по-другому. С другими игроками обговорить на скамейке или обговорить в раздевалке, как пойдет, кто куда, как-то расскажет. Это всегда хорошо и это не значит, что она будет в следующей игре такая, такие же, да, звенья. Ну, на сегодняшний день мы так решили. С Агбарсом в стартовом протоколе мы увидели сначала Коскини, в итоге в последний момент шестерки. Если не секрет, кто сегодня сейчас посыграет? Шестерки. И там был шестерки, просто там неправильный протокол сначала дали, потом поменяли, но прочитали по старому протоколу. Будет ли к Йокке эту яркую лёгкую и гор готов? Как бы он, да, на подходе, рвется в бой, но я говорю, сейчас настолько интенсивны эти игры через день, что практически он за неделю не провел ни одной полноценной тренировки, где в пятерках, где в борьбе, потому что ребята выходят, там тренировки недолгие, потому что чтобы сил хватило на игру, и так что я думаю, что посмотрим, у нас еще три дня до игры потом секрет, там, все будет ждать. Нефтехимик может проиграть игре, а может покусать авангард, вот как это было. То есть команда на лидерах может настроиться, хорошо, вот это как-то учитывается. Нет, но последние игры показывают, что она мобильная, играет довольно активный хоккей, и мы знаем прочность Назарова, да, много борьбы под воротами, как под своими, так подчужили, много стычек, так что мы должны быть готовы к этому. Остисан Андрей Нажаров на пресс-конференции после Динамо сказал, что в Петербург поедет команда уровня ВХЛ, что у них много травмировано. Ну, это, знаете, конечно, каждый пускай высказывает. Мы готовимся как противнику, серьезному, и нам надо реабилитировать перед своим защитниками, зрителями, да, так что мы как бы не слушаем, что другие со стороны говорят, у нас есть свое намеченное, так что мы готовимся как к серьезной игре. Шипачева дебют видели? Шипачева дебют видели? Ну, только моменты, да, так что, конечно, хорошо, что после большой паузы, где не играл, и там, не знаю, как там складывалось, тренировался, не тренировался, в первой игре выйти, без разницы, какой гол, как это забить, это дорогого стоит, я думаю, что Вадим должен еще лучше начинать играть, и может получше доверие со стороны тренировка, что он, может, потерял изначально, да, так что, по ему хорошего сезона, хороших дальнейших игр, да, и по больших голок, как он забивал здесь, по-моему.